Лучших выпускников 2016 честовали на городском выпускном, который состоялся 23 июня во Дворце культуры железнодорожников. В этом году 11 класс с золотой медалью закончили 11 человек. Это выпускницы школы номер 2 Анастасия Волкова, Анна Калинина, Дарья Флёрова, Кристина Ишоева, Анастасия Шипова и выпускницы школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова, Юлия Катышева, Екатерина Киселёва, Елизавета Румянцева, Анастасия Жук, Анастасия Щелина, Аполлинария Кривонос. Для нас очень большая честь стоять на этой сцене, и нам очень приятно понимать, что у нас целых 11 человек, ведь 11 – это так много. И мы благодарим всех наших учителей, наших родителей за то, что они дали нам такую возможность, за то, что они нас поддерживали, за то, что они помогали нам, когда нам казалось, что всё очень тяжело. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что мы ещё не раз принесём пользу нашей стране и нашему городу. Награды золотым медалистам вручал глава администрации города Игорь Ральников. Комбализирует определённую веку, дорогие выпускники, в вашей жизни. Я от всей души поздравляю вас с окончанием школы, с успешным окончанием школы, с теми достижениями, которые вы пронесли и прославили наш город, и свою школу, своей учёбой, своими спортивными достижениями. В общем, хочу вам желать, скоро вы станете из разряда выпускников, перейдёте в разряд абитуриентов. Поэтому желаю вам поступить в вузы вашей мечты, и чтобы те вершины, к которым вы стремитесь, были вам доступны, подвластны. Ещё раз, с праздником! Что было самым трудным в достижении этой цели? Получение оценок. Тут есть предметы, которые наиболее сложные для меня, которые пришлось сильно попадать, чтобы получить пятёрку. Кто тебе помогал в этом тяжёлом труде? Так и учителя как-то старались, и я сама старалась, всё трудилась, говорили, что где. Тебя кто-то пришёл поддержать? Да, я пришла с родителями и с братом, младшим. Они как-то помогали в твоей инициативе получить золотую медаль? Они у меня убеждали, что это и пойдёт мне на пользу, и всё, и создавали условия, потому что если без условий, нет хорошей учёбы. Медаль – это какой-то некий статус, но если тебе это не нужно, то и не обязательно, надо заниматься больше тем делом, которое у тебя получается, и главное – это поступить в университет, который ты хочешь. А медаль – это как-то дополнительный бонус. На сцену для вручения благодарственных писем за воспитание детей приглашались родители выпускников, добившихся особых успехов в учении. Мы очень не рады тому, что… не рады, что наш ребёнок заканчивает 11 класс, потому что мы всегда привыкли, что наши дети всегда рядом с нами, и когда они уезжают в нас, это, конечно, грусть. Для нас, для большинства, наверное, родителей, присутствующих здесь, это действительно проблема какая-то определённая. Но тем не менее мы рады, что наши дети достойно заканчивают школу, с медалями, с хорошими результатами, то, что они пославляют наш город, нашу страну. Это действительно дорогого стоит, и надо дать им должность за их труд. Это действительно труд, тяжёлый труд. И нам действительно жалко, что наши дети покидают родительское гнездо. Добрые слова на празднике говорили и о тех, кто закончил школу с одной четвёркой и чуть-чуть не дотянул до золота. Это Ирина Карпенко, Анастасия Печкалова и Виктория Меньшикова. Я закончила с одной четвёркой. Обидно? Ну, есть немного, но я как бы понимаю, что, значит, прикладывала не все усилия, чтобы достичь максимума. Но всё-таки ты пришлось отреложить много усилий вообще для этого. Это трудно отрочить такие хорошие оценки? Ну, конечно, это труд великий, огромный. Нужно учить очень много материала и каждый раз доказывать свои знания, чтобы получить тот результат, который ты хочешь. Костяникам, что бы ты пожелала сегодня? Я пожелала бы, чтобы они старались подкрепить свой результат каждый раз, но не переусердствовали, потому что это огромное влияние и на нервную систему, то, что постоянный стресс и нужно уметь контролировать себя. Следующими на сцену поднялись выпускники девятых классов, получившие аттестат особого образца за курс основного общего образования. Из школы номер два – это Мария Беляева, Мария Калашникова, Юлия Смирнова, Валентина Тарабрина. Из школы номер девять – Анастасия Бочарова, Егор Коновалов, Татьяна Суржикова. Из тринадцатой – Наумовской школы – это Дарья Белихова, Дарья Лебедева, Анастасия Смирнова, Наталья Сурикова. Родителям этих выпускников город также выразил благодарность за поддержку детей и их достойное воспитание. За медалями стоит титанический труд самих школьников, их родителей и педагогов. За высокое качество подготовки выпускников к единому и основному государственным экзаменам благодарственные письма были вручены учителям русского языка и литературы школы номер два Галине Макаровой и Светлане Герасимовой, учителям русского языка и литературы школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова Елене Лебедевой и Екатерине Груздевой, учителю русского языка и литературы школы номер девять Татьяне Зыриной, педагогам 13-й Наумовской школы, учителю математики Людмиле Соловьевой, учителю информатики Татьяне Любимовой и учителю химии Ирине Федоровой. За высокое качество подготовки победителя финала телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» Юлии Катышевой благодарственное письмо было вручено учителю истории и общества знания школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова Анни Березиной. Я рад всегда, когда наши ребята из нашего, словно, города Буй заканчивают великолепно школу, получают хорошие результаты на экзаменах и добиваются в жизни результатов. Самое главное, что уровень нашего образования он очень высокий. Это доказывают результаты ЕГЭ и результаты поступления наших ребят. Самое лучшее учебное заведение нашей страны. Мы с своей программой, которую я там... Я в этом году заканчивал 40 лет назад школу. Вот в эти дни исполняется 25-го числа. И я хочу сказать, что сегодня уровень образования вырос намного. И, наверное, детям очень сложно эту программу, наверное, осилить. Но, тем не менее, мы видим такие прекрасные результаты наших ребят, которые, в общем, действительно пока вообще супер результаты. Что бы ты пожелал этим ребятам, которые сегодня, как и ты, стали выпускниками? Чтобы они оставались собой в первую очередь, достигали того, чего они действительно хотят и поступили в свои мечты.